Добрый день! Какой же самый экономичный способ держать на температурном датчике какую температуру? Я, допустим, живу плюс 22 градуса у меня на температурном датчике. Я его не трогаю ни ночью, ни днём, ни летом, ни весной, ни осенью. То есть он как стоит у меня 22 градуса, на 21,5 включается, на 22,5 выключается. То есть дельта у нас получается 1 градус. Но для тёплого пола можно использовать P78, сделать единичку, и там будет дельта 0,3 градуса. То есть что это такое? Это 0,15 градуса вверх, он выключится, 0,15 градуса вниз, он включится от заданной температуры. Что это такое? Если поставили 22 градуса, то на 21,85 он включится, а на 22,15 выключится. Вот. Примерно так. То есть это функция для тех, у кого тёплый пол, тем нужно P78 поставить, грубо говоря, единичку. То есть это более дорогой вариант в отношении энергоресурсов, затрат. То есть самый дешёвый вариант это, допустим, 22 градуса поставить. То есть и 22 градуса поставить постоянно. Как это делается? То есть мы заходим в SET, да, в SET. Вот он термометр у нас, вот мы нажимаем ОК, 22 градуса. Вот у нас на солнышке 22 градуса. То есть плюсом и минусом мы его регулируем. То есть вот мы поставили 22 и нажали ОК, да, и дверцу. То есть и дальше у нас есть кнопочка моды, и нам надо на солнышко поставить этот датчик, чтобы у нас пропал этот график, чтобы не было у нас ауто, чтобы у нас не была луна, чтобы у нас круглосуточно 24 часа в сутки поддерживали 22 градуса. То есть, соответственно, это самый экономичный вариант, который мы ни летом, ни весной, ни осенью его не меняем. Он так стоит в режиме ожидания. У нас горелка S&P7N в Ферроле поддерживает. У нас даже, скажем так, сейчас опять просто звонок идёт, и я поэтому подвисаю, я и так подвисаю, а здесь вообще подвисаю, когда звонок, я же вижу, кто звонит, начинаю думать, а что же такое, что же им от меня надо. Ну вот, значит, 22 градуса я сказал. То есть, если вы хотите экономить, то на 1 градус ниже 21, то есть это 20 градусов у вас, ну, короче, от заданной температуры на 10 градусов ниже, нормой считается 21 градус. Если вы понизили до 20 градусов, то вы сэкономите 10% на топливе, которым пользуемся. Если мы на гранулах, у нас, допустим, на 100 метров расход гранул 500 килограммов, если у нас только радиаторное отопление, да, соответственно, у нас в месяц будет уходить 450 килограммов в среднем. Если мы понизим до 19 градусов, то у нас, соответственно, будет примерно 400 килограммов в месяц уходить на 100 метров квадратных гранул в отопительный сезон. Отопительный сезон это там с сентября по май, ну, 7,5 месяцев я обычно отапливаю. Вот, а если мы выше держим 21 градуса, да, то есть 22, то, допустим, уже 550 килограммов будет в месяц. А если мы держим 23, то 600, а если 24, то 650 и так далее. То есть каждый градус от 21 градуса дает на 10% больше расход либо газа, либо дизеля, либо гранул, все равно чего. Вот, а если вы еще используете вот этот моды режим auto, да, то есть вот такой, где вы постоянно включаете, выключаете хотя бы на 1, 2, 1,5 градуса, то это неминуемо приводит к удорожанию расхода гранул на 20%. Почему? В это никто не верит. Хотите, проверьте ваши же деньги, как говорится. Вот, соответственно, почему? Потому что ночью, когда у нас нет солнечного света, нет тепла, а вы еще и понижаете температуру, а у нас влажность в Латвии в среднем 94%, соответственно, ваши стены остывают, туда входит влага, и, соответственно, вы за ночь уменьшаете толщину стены примерно в половину. Соответственно, когда утром, а у вас уже остывшая, и, получается, остыли и стены, и потолок, и пол, и мебель, и посуда, и одежда, все у вас сырое и холодное, да? Вот, и получается, мы, когда включаем утром отопление на побольше, то мы до обеда просто высушиваем наш дом. То есть у нас потом со временем, через год-два-три, появляется в углах плесень от того, что мы по-дорогому, во-первых, топили, включали-выключали эту горелку, да? Или любой котел, будь то газовый, дизельный или еще какой-то. Вот. Все, что-то у меня все закончилось в памяти. До свидания.